Обстрелы вместо наступления. Киев, Мариуполь, Харьков под постоянным огнем. Гуманитарные коридоры сегодня не открылись. Владимир Зеленский встречается с представителями европейских стран и обращается к Конгрессу США. Россия ввела санкции против Запада. С федеральных российских каналов уволились сразу несколько сотрудников. Как работает пропаганда? Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 16 марта, расскажу сейчас более подробно. Я Мелани Бачина. Всем здравствуйте. Ракетные удары по жилым кварталам украинских городов, которые ведут российские военные, продолжаются этой ночью. И утром в Киеве, Харькове, под Одессой были слышны взрывы. Впервые под обстрел попало Запорожье, куда эвакуировали более 20 тысяч жителей осажденного Мариуполя. В Киеве в результате попадания обломков снаряда в 12-этажном доме случился частичный обвал верхних этажей. Два человека пострадали, 35 эвакуированы из дома. Глава Запорожской администрации Александр Старух заявил, что бомбардировке подверглись гражданские объекты. Ранее сообщалось, что на вокзале в Запорожье произошел взрыв. Вероятнее всего, говорят местные власти, это был ракетный удар. По предварительным данным, никто не погиб. Во время обстрела села Горенко под Киевом. Погиб журналист американского телеканала Fox News Пьер Закрышевский. Кроме него, по данным украинских СМИ, под обстрелом погибла местная журналистка Александра Кувшинова. Ведомство ООН по правам человека с начала войны задокументировало гибель 691 мирного жителя, включая 48 детей. 1143 человека были ранены, среди них 62 ребенка. Реальные цифры гораздо выше, предупреждают ведомства. Украина не может открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из горячих точек из-за постоянных обстрелов. Возможности вывести людей нет, заявляют украинские власти. В частности, Красный Крест не ответил на предложения украинской страны. Мы не получили ответы на наши предложения, направленные вчера в Международный комитет Красного Креста об открытии гуманитарных коридоров сегодня. Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров сегодня для Изюма и Мариуполя. В таких условиях мы не можем безопасно вывозить людей. В Харькове за последние сутки российские силы нанесли по районам города более 50 ударов. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Сенегубов. По его словам, власти рассчитывают на открытие зеленого коридора из города Изюм в Харьковской области. Город разрушен. Единственный выход – это эвакуация, говорит глава военной администрации. Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду на долгожданное спасение людей из Изюма. Надеюсь, что в среду состоится долгожданное спасение людей из города Изюм Харьковской области. Гуманитарный коридор согласован. За прошедшие сутки удалось спасти 28 899 украинца из районов боевых действий в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Из них 20 тысяч смогли уехать из Мариуполя. Пока только собственным транспортом. Там будет непростая ситуация. Мы боремся за вас. Извините, все очень сложно. Президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о федеральном бюджете, который предполагает выделение 13 миллиардов 600 миллионов долларов Украине на военную, экономическую и гуманитарную помощь. Накануне в Белом доме заявили, что легко справиться с санкциями, которые Россия ввела в ответ на санкции американские. Под ограничение Москвы попал ряд высокопоставленных чиновников США, включая госсекретаря Энтони Блинкина и самого Джо Байдена. О санкциях в связи с российским вторжением в Украину и исключении России из ПАСЭ. Артем Радыгин. Российской жестокости не место в Европе. Представители европейских стран проголосовали за то, чтобы исключить Россию из Совета Европы. Наконец, после 8 лет и 20 дней войны, мы посылаем очень твердое сообщение бывшей стране-члену этой очень уважаемой организации, которая занимается правами человека, Российской Федерации. Такому жестокому государству нет места среди нас. Однако российский МИД заявил, что Россия сама покидает Совет Европы и вручила официальное уведомление об этом госсекретарю организации. После выхода российские граждане не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Но те решения, которые суд принимал до ухода России, обещают выполнить. Правда, если они не противоречат переписанной Конституции. А от Европейской Конвенции по правам человека Россия откажется. В ответ на санкции против российской экономики и конфискацию имущества российских олигархов в Европе и США Россия ввела ответные запреты для 13 американских чиновников. Среди них госсекретарь, министр обороны и президент Джо Байден. По крайней мере, российские чиновники так думают. Потому что в документе, который они подписали, под санкции попал покойный отец президента США. «Во-первых, президента Байдена зовут Джо Байден Джуниор, младший. Так что, возможно, они наложили санкции на его отца. Допокоится он с миром. Во-вторых, может быть, вы и удивитесь, но никто из нас не планировал туристические поездки в Россию. И у нас нет там счетов. Так что мы продолжаем работу». МИД России обещал наказать еще больше американских военных и чиновников. Да и вообще, всем тем, кто, по мнению Кремля, разжигает русофобию, власти России обещают запретить въезд в страну. В этом списке уже 313 канадских политиков. Русофобии Кремль называет санкцией за вторжение в Украину. В Киев, который не прекращают обстреливать российские военные, приехали накануне на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министры трех стран Центральной Европы – Польши, Чехии и Словении. Матеуш Моровецкий, Петр Фиала и Яныс Янша прибыли в украинскую столицу на поезде. Вместе с ними приехал и польский вице-премьер Ярослав Качинский. Во время переговоров лидеры обсуждали гарантии безопасности для Украины и усиление санкций против России. По словам чешского премьера, цель визита состояла в том, чтобы подтвердить безоговорочную поддержку Евросоюзом суверенитета и независимости Украины. Чехия и Польша входят в число стран, которые после начала российского военного вторжения оказывают Киеву наибольшую поддержку, в том числе в приеме и размещении сотен тысяч украинских беженцев. Европейский Союз должен очень быстро дать Украине статус кандидата на членство и, более того, должен пригласить Украину в ЕС, предоставить оборонительное оружие для защиты домов. Мы будем добиваться поддержки всего мира. Мы никогда не оставим вас одних, мы будем с вами, потому что мы знаем, что вы боретесь не только за свою землю, за свою свободу, за свою безопасность. Вы боретесь сейчас и за всех нас. Мы полностью доверяем этим трем государствам и их лидерам. И когда мы говорим о гарантиях безопасности, о нашей судьбе в ЕС или говорим о санкционной политике, мы на 100% уверены, что все это будет иметь результат для нашей страны, для нашей безопасности и нашего будущего. Владимир Зеленский выступил сегодня перед Конгрессом США. Он сказал, что Украина вот уже три недели каждый день переживает то, что американцы пережили в день терактов 11 сентября 2001 года. И призвал все американские компании покинуть рынок России, закрыть американские порты для российских товаров. Также на этой неделе он подписал закон о запрете на пропаганду действий России. Документ выводит уголовную ответственность за оправдание российской агрессии, запрещает прославлять российских военных. Ранее была информация, что в украинских городах, занятых российскими военными, отключают местное телевидение и начинают транслировать российские телеканалы. В России редактора Марину Овсяникову, которая 14 марта устроила акцию против войны и пропаганды в прямом эфире программы «Время» на Первом канале, на следующий день оштрафовали на 30 тысяч рублей. Ее признали виновной в организации несогласованной публичной акции. Тему продолжит Светлана Обратнова. «Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность». С Мариной Овсяниковой, которая ворвалась в эфир новостей Первого канала и встала за спиной ведущей Екатерины Андреевой с плакатом «Не верьте, пропаганде здесь вам рут», не было связи несколько часов. Ее задержали буквально сразу, но адвокаты долго не могли найти ее ни в дежурной части телецентра Останкина, ни в одном из московских отделений полиции. Только ближе к вечеру вторника стало известно, что Останкинский районный суд оштрафовал Овсяникову на 30 тысяч рублей. Но не за акцию в прямом эфире, а за записанное чуть ранее видеоролик с осуждением российской агрессии в Украине и с призывом выходить на акции против войны. Оказавшись на свободе, она поблагодарила всех за поддержку. Я провела буквально двое суток без сна, больше 14 часов длится допрос, и мне не давали ни связаться с моими родными, ни близкими, мне не предоставляли никакой юридической помощи, и поэтому я находилась в достаточно сложном положении. Давайте все комментарии будут уже завтра, потому что мне сегодня надо просто отдать. На вопрос, удивилась ли она, что ее освободили, Марина Овсяникова сказала, что для нее это не стало сюрпризом, поскольку у нее двое детей. Согласно нормам закона, упомянутым адвокатами в суде, административный арест не может применяться к женщинам с детьми до 14 лет. У Овсяниковой дочь 2010 года рождения. Следственный комитет, однако, проводит сейчас проверку о возможном нарушении редактором Первого канала, введенной вскоре после начала войны в Украине, уголовной статьи о дискредитации армии. По ней Овсяниковой может грозить до 15 лет заключения. Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность. Социальные сети бурно отреагировали на акцию Марины Овсяниковой. Многие восхитились, назвав поступок героическим, другие в искренности ее действий усомнились. Немецкая волна упоминает комментарии пользователей о том, что все могло инсценировать руководство самого Первого канала, чтобы смягчить санкции против России. Заговорили и о настроениях на телевидении. Источник «Медузы», близкий к Первому каналу, рассказал, что с самого начала войны в Украине 24 февраля все его сотрудники на нервах. Все без исключения понимают, что врут. Конец цитаты. В интервью «Радио Свобода» эфирную сетку российских госсми прокомментировала телеобозреватель Арина Бородина. Сетка, конечно, повторюсь, она на главных государственных каналах. Их вещание охватывает 100% территории страны. Она, конечно, изо дня в день искажает действительность. Потому что то, что показывается в новостях, сразу могу сказать, я перестала смотреть новости и политический эфир с 3-го числа. Вот только вчера заставила себя посмотреть два сюжета, узнав про то, что Марина Анисимова в программе «Время» вышла с плакатом против войны. А так, нет. Поскольку Эхомастудия работала ликвидирована и не выходит в эфир, и для дела мне сейчас нет необходимости производственной, что называется, смотреть эфир госканалов, я сижу себя и не смотрю. Потому что все, что я смотрела до 3-го марта, это даже мы, человеком осмотренным, мне кажется, совершенно запредельным по уровню искажения. На фоне антивоенной акции Марины Овсяниковой появилась также информация, что с Первого канала, ВГТРК, НТВ после начала российского вторжения уволились несколько известных журналистов. Уехала из России ведущая НТВ Лилия Гильдеева. Также с НТВ уволился корреспондент Вадим Глускер. С Первого канала уволилась специальный корреспондент Жанна Агалакова. Журналист Роман Супер со ссылкой на знакомого сотрудника ВГТРК рассказал, что из вестей массово увольняются люди, а настроение у большинства остающихся, по его словам, поганое. Одновременно источник Медузы рассказал, что после акции Овсяниковой в работе Первого канала ничего не изменилось. Особого шума не было, люди работают. Ну и сейчас подробнее на эту тему поговорим с гостем нашей студии, Фаридой Курбангалеевой, журналистом, ведущей. В прошлом, до 2014 года, Фарида вела программу «Вести» на канале «Россия», но после аннексии Крыма уволилась. Позже три года работала на телеканале «Настоящее время» корпорацией радио «Свобода» «Свободная Европа». Фарида, добрый день. Добрый день, Мелани. Фарида, ну вот накануне вы записали интервью с одним из сотрудников ВГТРК. Реакции внутри на поступок Марины Овсяниковой совпадает вот с тем, что было сказано другими журналистами, настроение поганое. Это действительно так? Изменилось настроение, как вы считаете? Пришло какое-то понимание происходящего, в отличие от того, что было, скажем, в 2014 году? Ну, на самом деле, в 2014 году настроение тоже у всех было разное. У меня же оно не было приподнятым, как вы понимаете. Ну, слово «поганое», может быть, этот человек не употреблял, но слово «подавленное» точно. И сегодня, например, кстати, я общалась еще с одним источником, который сказал, что, в общем-то, внутри коллектива присутствует раскол очевидный. Одни поддерживают эту так называемую спецоперацию и выступают на стороне российских властей, другие считают, что эта война преступна и выступают против войны. И ситуация достигла такого накала, что между сотрудниками существует такой негласный уговор вообще не разговаривать на эту тему, потому что как-то нужно работать дальше. А если постоянно спорить, то, это цитата, то можно и передраться. Поэтому люди ведут себя таким образом. То есть вы можете представить, да, что в комнате стоит слон, но его стараются не замечать и ходить как-то между его ног. Ну, собственно, на этом фоне как раз и появилась информация об увольнении сотрудников, в том числе из программы «Вести» на ВГТРК. Не так много этих случаев, но, тем не менее, они есть. И вот мнения на этот счет разделились. Одни говорят, решения об увольнении продиктованы чувством стыда и гражданской позиции. Другие, что это просто страх, ну, например, попасть под санкции и лишиться европейского гражданства. Оно у некоторых есть. Вы как считаете, чем продиктованы эти решения? Мелани, я считаю так. Сейчас такая ситуация, она настолько катастрофическая и экстраординарная, что сейчас каждый сам за себя. Вот сейчас время индивидуальной ответственности. У какого-то человека могут быть рациональные мотивы, какой-то очень прагматический подход к тому, чтобы уйти с федерального канала. Другой человек руководствуется такими понятиями, как совесть, стыд, профессиональный долг. Трудно, конечно, сказать. У всех по-разному, понимаете? Вот каждый сам за себя, каждый сам принимает решения, потому что вот эта вот коллективная ответственность, какая-то коллективная вина, она настолько сейчас тяжела, что, наверное, для многих непереносимо. Я считаю, что в любом случае, какими бы причинами не руководствовался человек, который сейчас покидает федеральные СМИ, мы должны его поддерживать, потому что в любом случае это пример для других. Возможно, кто-то посмотрит на этого человека и тоже вдохновится. Возможно, кого-то это мотивирует к тому, чтобы покинуть свое рабочее место, сказать «нет войне». Поэтому я против того, чтобы кого-то сейчас клеймить, говорить «давайте мы вот сейчас будем разделять этот вот ушел, потому что у него там в Европе уже квартира, муж и счет в банке», а вот этот вот по сугубо морально-нравственным причинам. Я считаю, что в любом случае этих людей нужно поддерживать, нужно ставить их в пример, нужно о них рассказывать для того, чтобы кто-то другой мог последовать их примеру. Чем больше будет таких людей, тем лучше будет для всех нас. Есть какое-то у вас представление, вот какой процент, скажем, сотрудников федеральных российских каналов или того же ВГТРК понимает, что реально происходит? А кто искренне верит в правильность действий российских властей? Трудно сказать. Есть и такие, и такие. Я думаю, на самом деле все прекрасно понимают, что происходит. И все прекрасно понимают, что не то, что дело идет к катастрофе, катастрофа уже произошла. Просто кто-то, может быть, себе еще оставляет какое-то пространство для маневра. Вот, наверное, многие люди сидят и думают, ну, это, наверное, как-то рассосется само собой. Я пока тут пересижу, все-таки зарплаты, ипотека, кредиты какие-то. Кто-то предпочитает больше не участвовать в этом всем, ну, а кто-то будет держаться до последнего, как верный солдат. Тут я не могу вам ничего сказать в процентном соотношении, сколько, допустим, таких людей, сколько таких есть. Есть, безусловно, и те, и другие. Но искренне убежденных тоже хватает до сих пор? Да, конечно, они есть. К сожалению, это так. Кстати, как вы отреагировали на вот эту акцию антивоенную Мариной Овсяниковой в прямом эфире? Верите в ее искренность? Да, я верю в ее искренность. Я вообще совершенно не понимаю, откуда взялись разговоры о том, что это была какая-то спланированная акция, что в ней участвовали несколько человек, или то, что вообще это какая-то акция по отвлечению внимания от Украины. Человек так сильно рисковал. Она до сих пор рискует. Никто не знает, чем кончится эта история, потому что, возможно, эти 30 тысяч рублей штрафа – это вовсе не конец. Я увидела это видео позавчера вечером. У меня не было никаких вопросов по поводу того, а как она смогла это сделать, потому что я, как человек, который работал в федеральном эфире, прекрасно понимаю, что редактор, который сидит в ньюсруме за спиной телеведущего и пишет для него подводки, он, конечно, имеет доступ к нему, он может к нему подойти во время эфира. Если он захочет, он может и войти к нему в эфир. Просто это мало кто делал. То есть я, когда смотрела это видео, я прекрасно понимала, «Да, это может быть, это вполне возможно». Но в то же время я, конечно, была ошарашена и восхищена этим поступком, так же, кстати, как мои бывшие коллеги из программы «Вести», некоторые из которых со мной пооткровенничали. Ну да, я, конечно, обалдела. То есть я смотрела и понимала, что человек вошел в историю, и что это гражданский подвиг. Это гражданский подвиг. Она была в эфире 4 секунды. Она за эти 4 секунды сделала очень много. Ну, это первый, единственный пока такой случай, отчаянный такой жест, можно сказать. Повторения, как вам кажется, возможны? Ну, пусть не такой же акции, но чего-то подобного. Или примут меры сейчас, в том числе внутри корпораций, каждому редактору, не знаю, охрану приставят? Ну, представить охрану каждому редактору невозможно, конечно. Я слышала такое, что сейчас якобы программы новостные, которые всегда выходят в прямом эфире, начали выходить в прямой эфир с какой-то задержкой. Там от скольки-то там секунд до минуты. Я не знаю, насколько это правда. Мне просто об этом рассказывают люди, которые тоже так или иначе имеют отношение к медиа. Я даже не знаю, как это можно сделать технически. Ну, может быть, можно. Вот. Я не знаю, будут ли повторяться такие акции. Все-таки для этого нужна очень большая смелость. Для этого нужно мужество. Не все люди этим мужеством обладают, безусловно. Но я надеюсь, что хотя бы будут продолжаться вот такие уходы, что называется, по-тихому. Потому что это тоже немало. Это тоже немало. И это тоже подает пример и вдохновляет. Я не верю, конечно, что будет прям такой массовый исход, как о нем шутливо уже отзывались в соцсетях, с федеральных телеканалов. Но я думаю, что люди будут уходить. Я надеюсь на это. Фаридан, ну вот если говорить об ответственности. Сергей Брилев, известный тоже в России телеведущий, опроверг свое увольнение с ВГТРК, хотя ранее появилась такая информация. У Брилева британское гражданство, недвижимость в Лондоне. И вот звучат сейчас призывы в английском парламенте лишить его этого гражданства, разобраться с собственностью. Как вы считаете, вот Брилев и другие журналисты, скажем так, сотрудники федеральных каналов, которые остаются работать, какова их ответственность, мера их ответственности за то, что в том числе происходит сейчас в Украине? Ответственность самая прямая, и она очень большая. Это безусловно. Они все соучастники. Они все соучастники. Ну вот смотрите, вот эти все огромные массы людей, да, российских, которые убеждены в том, что то, что сейчас Россия вытворяет в Украине, это абсолютно оправданно, логично, так и должно быть. Откуда они появились? Они же появились благодаря, в том числе, Сергею Брилеву и компании. И все сотрудники телеканалов российских, а там сейчас нет, по-моему, уже никаких независимых СМИ. Я сегодня об этом думала. В России остались только зависимые СМИ. Все сотрудники зависимых СМИ должны понимать, что это они создали эти массы. Кстати, в свое время для меня само это было причиной ухода с ВГТРК. Я в какой-то момент начала встречаться с людьми, разговаривать с людьми, которые транслировали мне вот эту вот позицию, которая озвучивалась тогда в эфире нашей программы, нашей Вестей, в которой я тогда работала. В эфире Первого канала, в эфире НТВ. Я на них смотрела и понимала, что да, у них на ушах висят комки лапши, но это я эту лапшу приготовила, нарезала и сварила. И им на уши положила. Вот лично я. Вот я в тот момент это понимала очень хорошо. Эта вот мысль была, она меня просто пронзила в какой-то момент. И, собственно, это и было началом того, что я поняла, что я больше не могу там работать. Поэтому люди, которые работают сейчас, они должны понимать, что они несут самую прямую, очень огромную ответственность за все, что они делают со своей аудиторией. Ну и поэтому санкции и какое-то в последующем наказание, о котором говорят сейчас самые разные, в том числе политики, для журналистов, я имею в виду, наказание, оно вполне допустимо. Послушайте, ну, конечно, сейчас от санкций страдает огромное количество людей в России, вот которые точно этого не заслуживают. У меня в России осталось огромное количество друзей, знакомых, близких моих, которые все понимают, которые не поддерживают эту войну. И при этом есть люди, которые вот прямо сейчас, здесь сейчас работают на государственных каналах, в зависимых СМИ, несут всю эту пургу. При этом они очень агрессивны, часто они делают это абсолютно остервенело. Ну, конечно, да, тут какой может быть вопрос? Они должны нести ответственность. Ну, кстати, возвращаясь к вашей работе, на ВГТРК большой пост вы написали о том, как и почему в 2014 году ушли из программы Вести, когда на компромиссы с совестью идти уже было нельзя, и вот про эту лапшу. Но в какой момент именно вы поняли, что все вот дальше так нельзя? Я имею в виду, внутри работы, не вот когда внешне вышли, пообщались с людьми, и стало понятно, да, вот эта цензура, которую мы видим сейчас, она пришла еще с того времени, не сразу появилась. Как вообще это происходило внутри? Ну, это происходило медленно, это не происходило в одночасье. То есть я, когда пришла на российский канал, это были вполне себе нормальные новости. Я вот кому-то рассказывала уже, то есть мы могли, например, начать наш выпуск с того, что в Швейцарии запустили большой адронный коллайдер с какой-то такой классной общечеловеческой новостью, которая интересна всем, безо всякой там риторики милитаристской, без каких-то учений бесконечных военных, которые потом появились в эфире. И ну как-то вот постепенно это происходило. Были какие-то вехи, которые, конечно, давали понять, что дальше все будет хуже. Закон подлецов, закон Димы Яковлева, разгон протестов на Болотной и так далее. Все это происходило постепенно. Но вот для меня абсолютное понимание пришло, именно когда еще шла Олимпиада в Сочи, начался Майдан в Киеве, эти события на Майдане. И вот то, как мы их стали подавать, то, как мы освещали эти события, то, как это было однобоко и несправедливо, нечестно прямо скажу, поставило меня, собственно, перед выбором. И мне вот как раз в тот момент стало понятно, что я здесь работать не смогу, я здесь работать не буду. Но вот как я уже писала, я каждый день приходила домой и говорила, завтра я уволюсь, завтра я уволюсь. Наступала завтра, и я снова шла на работу. Человек слаб. Может быть, поэтому я не хочу никого сейчас осуждать из тех, кто только сейчас делает какой-то поступок, какой-то правильный выбор. Потому что я тоже провела вот в таком аду несколько месяцев. Жила, у меня было такое раздвоение личности. То есть я с экрана говорила одно, при этом думала я совершенно другое. На работу мне ходить не хотелось. Ну, поэтому, наверное, вот февраль 2014 года это стало для меня такой точкой, когда я абсолютно точно поняла, что я здесь не жилец в профессиональном смысле. Фрида, все-таки чего больше было вот тогда вот на рубеже, вот как раз вот на этом изломе историческом, можно сказать, особенно для российского телевидения, российской журналистики, цензуры или самоцензуры? То есть понятно, что вводился запрет на какие-то слова, или наоборот, одни слова заменялись другими. Методичек написано, конечно, не было, но вот эта вот расхожая фраза «все все понимают». Все все понимали. То есть больше было цензуры или очень быстро включился механизм самоцензуры? Это такой симбиоз, и то, и другое работает, и то, и другое. Цензура, она и контроль присутствует постоянно. Конечно, ты всегда сидишь, ну, я это говорю про те времена еще. Человек, который работает в информационной программе на госканале, он всегда сидит, у него одна рука на телефоне лежит. Это телефон внутренний для внутренней связи, на который тебе постоянно звонит начальство, и ты принимаешь от него какие-то ЦУ, да? Как текст писать, как нужно переверстать программу, что от нее, что оттуда выбросить, что вставить и так далее. Но и самоцензура включается моментально. Вот я сегодня, кстати, разговаривала с одним бывшим своим коллегой, который тоже ушел из вестей, но вот как раз в последние дни в связи с этой войной. И это редактор. И вот просто вот я вот сейчас, когда вы мне говорили, вот этот вопрос задавали, я вспомнила его слова. Он мне сказал, что в какой-то момент нам уже не надо было ничего разъяснять. Мы сами писали по накатанному. Вот то, как от нас требуется. Мы настолько привыкли делать эту картинку черно-белой, мы настолько привыкли подавать информацию только с одной стороны, полностью игнорируя другую позицию, другое мнение, что нами не нужно уже было руководить. Все сами хорошо делают свою работу. Все сами хорошо знают, как нужно. Все сами прекрасно владеют этой вот специальной терминологией, которая один раз была введена, например, в оборот. То есть им сказали, не называйте войну войной, а называйте это миротворческой операцией на Донбассе. Все, больше не надо ничего второй раз говорить. Человек все, тупых нет. Все все прекрасно поняли. И начали работать. То есть и цензура, и самоцензура, они существуют вместе, в плотной связке и прекрасно себя чувствуют. Все все понимают. Спасибо, Фарида, за этот разговор. Типа того. Фарида, журналист, телеведущая, была гостем нашей программы. Мы продолжаем следить за развитием событий и рассказывать вам о том, что происходит. Я Мелани Бачина. Берегите себя и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Редактор субтитров А.Семкин